Как женщина притягивает тиранов и абьюзеров в свою жизнь? Она притягивает свою жизнь в таких мужчин, выбирает таких мужчин, влюбляется в таких мужчин. Поймите, пожалуйста, что это убегание от боли, это убегание от проблем. Презирать, обвинять, тыкать носом, обесценивать. Спасатель всегда превращается в тирана. Для многих женщин такое поведение это мед. Это мед для глаз и ушей. Как ведет себя абьюзер по началу? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог. И прежде чем мы перейдем к видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И обязательно смотрите это видео до конца. И, возможно, перешлите это видео подружке, либо подружкам, для которых это видео может быть актуальным и полезным. Все больше и больше набирает тема тиранов-абьюзеров. Кто такой абьюзер? Для тех, кто не знает, это тот мужчина, который пользуется женщиной, который понижает самооценку женщине, который мужчина, который делает женщину зависимой от себя. Да, это тот, кто ведет себя деструктивно по отношению к женщине. И это может быть даже проявляться в агрессии, он может быть агрессивен, он может быть эмоционально агрессивен, он может быть даже физически агрессивен. И так зачастую складывается, что женщина от него зависима. Она вроде бы понимает, что он плохой, он ужасный, но не так-то просто от него избавиться. Да, не так-то просто она не может от него избавиться, а даже если она хочет от него избавиться, он может не отпускать. И зачастую женщина об этом начинает понимать далеко не сразу, а только уже на какой-то дистанции, когда уже, так сказать, по уши вошла в эти прекрасные, в кавычках, отношения. Давайте это видео посвятим тому, чтобы разобраться, а как, что такое происходит внутри женщины, либо что такое в ее мышлении, в ее подсознании, в ее, может быть, самооценке, что она притягивает свою жизнь таких мужчин, выбирает таких мужчин, влюбляется в таких мужчин, ну и понятно, дальше может там уже даже рожать детей. Я сужу из своего опыта. Я в своем инстаграме регулярно провожу прямые эфиры-разборы, на которых присутствуют там тысячи людей. И уже было немало индивидуальных разборов про абьюзеров, тиранов. Также с 2014 года я ввел там долго консультации, сейчас это уже онлайн-курсы. И могу уже выявить, вычленить ключевое. Так вот, получается, что как ведет себя абьюзер по началу? По началу это кажется супер-мужчина. Потому что на первых, уже на первых этапах знакомств, уже, может быть, даже на первых свиданиях, он активно говорит, что он хочет отношений, он готов создать семью, он готов тебя знакомить с родителями, он готов знакомиться с твоими родителями, он готов не тянуть и брать замуж. Да, он, по сути, он классно ухаживает, он активно действует, он даже там где-то уже ревнует. И это так приятно, ревность это, да, значит, я ему нужна, неверно толкую, толкую так многие женщины. И для многих женщин такое поведение это мед, это мед для глаз и ушей. Особенно на фоне многих несерьезных мужчин, которые не готовы жениться, которые не обеспечивают, которые какие-то нерешительные, какие-то вялые, которых нужно подталкивать. И тут появляется тот, которого не нужно подталкивать, который сам суперактивно действует. И она может даже сопротивляться, сомневаться, а он все равно вперед-вперед. И большинство женщин, давайте так, не большинство, но многие женщины этому радуют. Получается, если она этому рада, значит, у нее есть на это запрос. Значит, ей нужен был именно такой мужчина, именно с таким поведением. И знаете, когда приходят на разбор в инстаграм девушки с ситуацией с абьюзерами и тиранами, я задаю простой вопрос. Скажи, пожалуйста, а до встречи с этим абьюзером-тираном какая была твоя жизнь? Это первый вопрос. Опиши ее тремя прилагателями. Ну, например, прекрасное, классное, счастливое, все было супер. Либо второй вариант, чего-то тебе не хватало, что-то тебе мешало. Или жизнь была тяжелой, скучной, неинтересной, может быть, родители мешали жить. Соответственно, из этого вопрос. Отчего тебя этот абьюзер спас тогда, когда вы только познакомились? Отчего он тебя спас? И классические ответы. От родителей, навязчивых родителей, от которых не было покоя. Я вышла замуж, все, уже была, получается, уже не с родителями. Или же я, у меня была там куча долгов, была куча проблем, и он меня спас от этого. Или же он в каком-то большом городе жила, а я в маленьком городе, я не видела никаких перспектив, и, соответственно, он меня спас. Либо, тоже классика, я была в плохих отношениях, у меня были плохие отношения, и он меня от этого спас. Из одних отношений я перепрыгнул в другие, потому что этот мужчина мне показался намного лучше, чем те несчастливые отношения, и, по сути, я перепрыгнула. Да? Либо же, тоже классика, спас банально, от чего? От одиночества. Мне было одиноко, тоскливо, бессмысленно, он меня спас. Либо же, он реализовал мою мечту, я давно хотела ребенка. Мне было одиноко, тоскливо, думала, вот ребеночка бы завести, и вот появился тот мужчина, который готов завести ребеночка. Поэтому девушки, женщины, которые в отношениях с тиранами, они, первый вопрос, какая была твоя жизнь до него, до встречи с ним? И второй вопрос, от чего конкретно он тебя спас? То есть, получается, девушка на том этапе, кажется, вроде бы, что она искала мужчину, или кажется, что, может быть, не искала, и, может быть, даже не хотела отношений. Но, по сути, она вроде бы как хотела создать отношения с мужчиной, или не против была бы. И появился мужчина, который, с виду так кажется, но на самом деле он ее спасал. То есть, тиран появляется в жизни женщины, когда ее жизнь в состоянии минус. И зачастую это эмоциональный минус, да, ей плохо, депрессия, одиноко, скучно, тоскливо, либо в отношениях там что-то не так. Этот еще эмоциональный минус может сопровождаться материальным минусом, финансовым. Какие-то долги, тяжело, нелюбимая работа, как-то все сложно, а хочется лучшей жизни. Тираны привлекаются на минусовое женское состояние. И, получается, у него есть желание спасти женщину, быть для нее героем. Но тут тоже нужно не путать мужской героизм, когда из плюсов еще больше плюс, либо из минусов плюс. Это разное. И если мы говорим про классических тиранов и абьюзеров, то у них намерение, у них же нет намерения делать женщину счастливой. У них какой подсознательный страх? Чтобы женщина никогда меня не бросила. Мне тоже плохо одному, и мне хочется отношений, мне хочется быть нужным. И кроме того, что мне хочется быть нужным, я еще боюсь, что эта девушка, для которой я буду хорошим мужчиной, она меня бросит. Она меня предаст. И, соответственно, чтобы этого не было, чтобы она точно меня не предала, чтобы она точно меня не бросила. Мне что нужно сделать? Мне нужно делать ее зависимой. Мне нужно сделать так, чтобы она была от меня зависима финансово. Мне нужно так, чтобы она была зависима от меня эмоционально. Пускай быстрее она не родит ребенка, соответственно, тогда общий ребенок точно будет еще больше, удержит ее возле меня. То есть абьюзер, тиран, он действует из позиции страха. И поначалу, конечно же, он проявляется как супергерой, как такой спасатель. Поэтому женщинам рекомендация, пожалуйста, не путайте такие понятия, как мужчина-герой и мужчина-спасатель. Не путайте такие понятия, как мужчина-волшебник и мужчина-сказочник. И понимаете, в чем штука, что абьюзеры, тираны, ну они, что ли, интуитивно видят своих жертв. Но они интуитивно видят поникшие глаза, потухшие, да, либо она там жалуется на жизнь, либо не верит мужчин, всех хает этих мужчин, обвиняет во всем. Все, интуитивно, знаете, тираны, абьюзеры, они как акулы на кровь. Нет, они не суперпсихологи, они не понимают того, что я вам сейчас объясняю. Я не клоню к тому, что я суперпсихолог, если что. Поэтому, если вам плохо, как женщине, и вы думаете, что для того, чтобы мне стало хорошо, мне нужен мужчина, либо мне нужны отношения, либо мне нужно замуж, либо мне нужно родить ребенка, поймите, пожалуйста, что это убегание от боли, это убегание от проблем, попытка спастись от проблем с помощью какого-то ресурса. Так вот, вы должны понимать, что спасатель всегда превращается в тирана. Он спасает, а потом ту, которую он спас, он начинает презирать, обвинять, тыкать носом, обесценивать. Это закономерность. Поэтому я всегда призываю к тому, что, пожалуйста, не ищите спасения в отношениях. Если вам плохо, надо отношения, мне будет хорошо. Не относитесь к поиску любви, как некой волшебной таблетки, которая серую жизнь превратит в какую-то яркую. Вы должны понимать, что если вы хотите нормальные, здоровые отношения, если вы хотите разобраться, как перестать притягивать тиранов, тогда ответ простой. Вам нужно перестать быть жертвой, перестать быть в состоянии минус. И для того, чтобы выйти из минуса в ноль или из нуля в плюс, для этого не нужен кто-то. Вы сами с собой должны взять ответственность за свою трансформацию. Поэтому я всегда вас призываю, пожалуйста, бесплатный курс «Мужчина. Честная инструкция». Ссылка внизу, записывайтесь. Шесть вечеров по два часа. Платные программы, там целая годовая программа есть. Есть уже даже институт психологии, где мы обучаем профессии психолог за год. Пожалуйста, учитесь, вкладывайте себя, но не ищите спасения в мужчинах. Не ищите спасения в рождении детей. Точно так же, если на меня смотрят тираны или абьюзеры, пожалуйста, не ищите спасения в женщинах. Если тебе плохо, если у тебя страх, что тебя бросит, и для этого нужно сделать возле себя жертву, которая никуда без тебя не денется, это плохая стратегия, это тоже убегание от своей боли. Не нужно свои травмы компенсировать с помощью близких людей. Компенсировать травмы с помощью противоположного пола. Компенсировать травмы с помощью создания семьи. Это путь никуда, это разрушение. Поэтому еще раз, дорогие девушки, если видео было полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь вашим мнением по поводу абьюзеров и как женщины притягивают абьюзеров. Возможно, вы поделитесь вашим опытом, возможно, опытом ваших знакомых. Субтитры создавал DimaTorzok